Вот есть такое понятие судьба, жизни в театре, к своей актерской судьбе, как вы относитесь? Как? Как вам сказать? Неважно. Почему? Потому что я могла бы сделать гораздо больше и в театре, и в кино, если бы мне предоставили такое возможно. А кто мешал? Мешал. Не любили меня режиссеры. За что? Наверное, за инициативу. Я лезла со своими предложениями, решала сама все задачи. Может, не надо было? Не надо было, нет. Полегче жить было бы. Полегче жить было бы, правильно, да. Ну, как вам сказать, лучше могла бы быть, судьба могла бы быть более удачной. У меня так много, у меня ничего не сыграно, фактически. Ну, как ничего? Все осталось при мне, что я хотела бы еще сказать. Ну, не все, по-моему, верно. Столько выплеснуть и ничего. Выплеснуть, выплеснуть, это, милая. Это же не помоешь выплеснуть, правда? Тоже верно. А что бы вас сейчас могло бы обрадовать в театре? Меня могло бы обрадовать, если бы я работала с актерами, у которых я могла бы учиться. Сколько же лет вы на сцене? На сцене шесть десятилетий. И такие претензии подумайте. А что вы не любите в театре? Я не люблю зазнайство, каботинство, не люблю актерской самоуверенности, самоулюбленности. Не люблю, вот. А главное равнодушие. Вот равнодушие — это гибель театра. А вот о чём я горюю, это о том, что ушёл из театра трепет, трепет. Самое главное для актёра — трепет. Фаина Гердина, милая, почему вы не напишите книгу о себе, обо всём этом? Как вам сказать? Да, видите ли, я считаю, что книги должны писать писатели и мыслители. Только? Вот, да. А потом это была бы жалобная книга, жалобная называлась бы моя книга. А я не люблю жаловаться. Вот. Кто был вашим учителем в искусстве? Учителем был Станиславский. Я никогда у него не училась. Но я-то так много его видела. И так этим наслаждалась, и поражалась, и восхищалась, что он остался у меня в памяти до самого моего смертного часа. А кто был вашим педагогом? А педагогом у меня была Павла Леонтьевна Вульф. Замечательная актриса и такой же прекрасный человек. Она никогда меня не хвалила, а всегда говорила, ты можешь лучше. А вот когда ты будешь собою довольна и придешь от себя в экстаз, от своего дарования, значит, тебе уже конец. Ты уже не актриса, а кабутин. Фенгерна, а почему вы кочевали из театра в театр? Так, искала святое искусство. Нашли? Да, в Третьяковской галереях. А вот вы говорите о Станиславском. А в жизни вы его видели? Да, один раз. Как это было? Я переходила улицу Леонтьевской переулы, где он жил. И я там жила. Напротив него, нет, я не шучу. Правда. И тоже видела. Счастливая вы. Я увидала на извозчике, ехала Станиславской. Со мной что-то сделалось невероятное. Я стала прыгать около пролетки и кричать ему, мальчик мой дорогой. И он стал смеяться, стал спинуть извозчику и посылал мне приветы и воздушные поцелуи. И после этого я слегла от переживаний, волнений. А вы счастливая? Я счастливая, что насмешила Станиславского. А он послал приветы. Да. И я этим очень горжусь. И часто это вспоминаю как праздник. А что вы любите больше? Репетировать или играть? Ну, конечно, репетировать. Во-первых, это безответственно. А играть я вообще не умею. Я не понимаю, что такое играть. Я не знаю даже... Это слово, по-моему, не подходит к нашему делу. Жить. В образе человека создавать его. А никак не играть. Играть. Дети. В карты можно играть. На бегах. И так далее. Ну, вот на вашем счету такие противные тетки, как Манька, Бандитка, там, ну, много всего. Спекулянтка. Спекулянтка, да. Какое вы к ним испытываете чувство? Отвращение. Но для творчества, наверное, этого мало, как художник. А как художник? С интересом. Что же это за гадость такая на свете может быть? Что же это за гадость? Продолжение следует...